Итак, представьте, 7 марта, вечер, Москва, квартира очень интеллигентной семьи. Ох уж эти соседи сверху, опять ссорятся. Да уж, вроде взрослые люди столько лет вместе. Увы, воспитание. Низкая культура взаимоотношений. Ошибочное распределение социальных ролей в браке. Тотальное падение нравов. Да. Как хорошо, дорогой, что мы с тобой никогда не ссоримся. Ну, конечно, дорогая, конечно, мы выше всего этого, хоть и ниже всех этих. Все, доброй ночи, дорогая. Доброй ночи, дорогой. Доброй ночи, дорогая. Доброй ночи, дорогой. Доброй ночи. А сегодня какое число? Седьмое. Седьмое сегодня. Седьмое. Седьмое марта. Месяц март. Март, да, март. Месяц. Месяц март. Да, седьмое месяц март. А завтра получается у нас восьмое марта, да? Да, сегодня седьмое, завтра уже восьмое. Такой вот день. Сегодня седьмое, завтра восьмое. Потом девятое. Там все нехитро. Там плясуешь один день и получается... Доброй ночи, дорогая. Доброй ночи. А я сегодня девушку видела. Девушку? Да. Обычная такая девушка. Пальто, сапоги. А в руках айфон. Айфон? Да. Седьмого марта. Девушка на меня похожа. Только с айфоном. А как у тебя день прошел, дорогой? А я представляешь, я сегодня мимо Олимпийского шел, и там концерт этого Тимоти. И полный зал, полный зал собрался, людей шло полным-полно. Представляешь, а это тысяч восемьдесят. Не меньше. А то и девяносто. Понимаешь? А я сегодня, представляешь, возвращаюсь с Ленинской библиотеки, подхожу к подъезду, а там какая-то женщина на домофон жмет. А я ей говорю, домофон не работает. А она мне такая, ну и что? Так и сказала. Да, говорит, ну и что? А я, представляешь, сегодня в магазине купил продукты, значит, на семьсот рублей. Даю ей пятитысячную купюру, а там сдача четыре триста получается. И она мне говорит, а где я тебе такие деньги найду? Говорит мне. Вот так. А, вчера на патриарше мужик на здоровом джипе прям на тротуаре паркуется. Я говорю, мужчина, вы умели вы? Вы что творите? А он говорит, а мне пофиг. Говорит, мне хочется, и все. А я вот сегодня по проспекту, значит, еду. Сигналь у меня, он не пропускает этот. Я его, значит, догоняю, стекло опускаю. Говорит, что же мне, голубчик-то мой, не пропускает? А он мне говорит, а с хрена ли, говорит, я тебе что-то должен, говорит мне. Слышь, он так вот говорит. А я сегодня во дворе такую картину интересную наблюдала. Маленький мальчонка кричит маме, говорит, мам, скинь мне мяч. А она говорит, мне некогда. А он говорит, почему? А она говорит, да потому, что я тебе, скотина такая, жрать готовлю и стираю. Представляешь? А мы сегодня на кафедре с коллегами все же разговариваем. И один говорит, значит, хочу опель себе взять, подержанный, говорит, хочу взять. Второй отвечает, ну не бери ты, зачем ты это подержанный? Обычно там и мотор барахлит, и ходовая сыпется. Я говорю, ну почему же не брать-то? А он говорит, потому что трахаться нужно каждый день, говорит. Потому что, говорит, сыпется он постоянно. Ой, говорю, сыпется, сыплется. А мне подружка рассказала, на работе она в музее. Говорит, подходит к директору и говорит, Виктор Сергеевич, а что же вы нам премию не даете? То ее не было, то она, говорит, была, то вот опять. А он ей говорит, скажи спасибо, что я, говорит, тебе хоть иногда даю. Представляешь, руководитель язык повернулся. Вот так сказать, да? Хорошо. Мы сегодня на совещании, значит, обсуждали ежегодный фестиваль органной музыки в Твери, ну мой любимый, знаешь. И Скворцов встает такой, значит, и говорит, Один раз в год это мало! И так, рукой так, дай, вот так, рукой по столу. Психический какой-то. Прям орал так, мало, говорит ему. Один раз в год. А я тут пока на кухне готовила, ну, матч ТВ, футбол шел по матч ТВ. И там одного игрока заменили. И комментатор такой говорит, так он же вялый. Он говорит, неактивный. Он говорит, ну никак себя не проявляет. Да ты что, прям вот совсем вялый. Ну, мне не специалиста. Я вот на выставке в мане ожидающий спрашиваю у художника, как вы так, интересно, рисуете красиво? Говорит, как у вас так выходит красиво все нарисовано? А он мне говорит, главное подход, говорит, найти надо. Головой, говорит, сначала поработать надо. А потом руками можно поработать, руками. Получится, говорит, все красиво. А я вот в жертв прихожу и говорю, у нас что-то уж третью неделю, говорю, из крана ржавая вода течет. А мне говорят, странно. Кроме вас никто не жалуется. А я вот в Академии наук на остановке стоял, бабушка старенькая выходила, значит, трамвай, ее велосипедист обрызгал, вот так, все в грязь. И он, она ему, значит, следует, говорит, ах ты тварь, сука, я тебе сейчас, вот дать бы тебе с ноги сейчас просто по лицу, прям с ноги, вот представляешь, бабушка ему крикнула так, говорит, ему, велосипедисту. Бабушка прямо так крикнула. Да, внешность обманчива. Спокойной ночи, дорогой. Спокойной ночи, дорогая. А я вот тут недавно передачу смотрела, ну, где ремонт в квартире делают, знаешь? Знаю, где ремонт в квартире делают. Так вот там дизайнер говорит, там, а что если какое-нибудь яркое пятно в интерьер? Ну, может, хотя бы цветы? Я вот не помню точную историю. Вот вылетело сейчас из головы. В общем, там такое было. Кто-то кому-то говорит, тебе, они цветы! Дура безмозглая! Пусть тебе хахали эти цветы твои дарят! А, то ли у Соловьева кто-то кому-то сказал. А, вспомнил. Что, где, когда. Да нет у меня, нет у меня никаких хахалей! Я просто подарок хочу. Может, хотя бы цветы? Нет, ну... Ну, если нет хахалей, то... Ну, конечно, конечно. Будут, будут тебе цветы, будут. А, айфон? Нет, ну, для айфона тебе хахаль нужен. Договорились. Насчет чего? Насчет цветов. Спокойной ночи, дорогой. Субтитры сделал DimaTorzok Ты больная, что ли, Верба? Девушки с Макаровым. 9 марта. Восемь вечера. На ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok